Дорожная головоломка. Сегодня на заседании Думской комиссии по дорогам вновь стал вопрос о распределении средств областного дорожного фонда. Споры разгорелись с новой силой. Муниципальные образования недосчитались десятков миллионов рублей, обещанных областным правительством. Денежный лимит, выделяемый Ярославлю на ремонт дорог, также урезали. Яна Хромова выяснила почему. Дорожный фонд растет, а денег муниципалам дают все меньше. Сегодня некоторых областных депутатов ждало неприятное открытие. На всеобщее обозрение была представлена таблица распределения денег дорожного фонда на следующий год. Цифры удивили. Она уменьшилась фактически в четыре раза. То есть из тех запланированных бюджетом, которые мы принимали трехлетние еще в 2011 году, в четыре раза меньше. Это стало открытием, что целый ряд муниципальных образований остался без надлежащего софинансирования. Не меньше представителей в Думе Переславля сегодня были удивлены и ярославцы. Согласно представленным данным, дорожное финансирование Ярославля тоже уменьшилось. Сегодня цифры, которые нам показали на экране городу, предполагается на будущий год из Дорожного фонда 217 миллионов. Буквально еще две недели назад цифра озвучилась 239. Мы вообще не понимаем, как эти цифры формируются и почему за две недели вдруг на 10% наша субсидия уменьшается. Областной дорожный фонд в следующем году составит порядка 4,5 миллиардов рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в нынешнем году. Казалось бы, соответственно и денег муниципальные образования должны получить больше. Однако, как выяснилось, такая логика не работает. Выделяемые муниципалам средства не увеличиваются, а сокращаются на 400 миллионов. При этом в той или иной степени пострадают все. На вопрос, почему уменьшается финансирование, никто внятного ответа сегодня не получил. А мне непонятно другое. Понимаете, когда верстали трехлетний бюджет, даже пересчитав по той методике, ну, коллегам, я просто задавал вопрос, а почему вы, когда голосовали за бюджет 2012 года, не потребовали, как распределялись? Там ведь тоже были цифры, полпали с потолок. В конце концов, Валерий Колодченко заметил, что цифры эти не совсем те и пообещал разобраться. Яна Хромова, Василий Мосин, Городской телеканал.